Игра, как и полагается, начинается с выбора персонажа. Доблестные рыцари-предводители, без которых невозможно основать гильдию, меткие стрелки, не знающие промаха, высокородные эльфийские маги, владеющие тайными знаниями, коварные ассасины, вселяющие страх во врагов. Выбор за вами. Свой игровой путь мы начинаем на острове Гвинея. Здесь новички знакомятся с миром, выполняют первые задания, учатся основам игры. Охота — не только получение игрового опыта. Прилежно убивая местных монстров, начинающие игроки сколачивают начальный капитал, а заодно и обзаводятся кое-каким снаряжением. Получив жезл вызова ездового дракона, можем приступать к освоению этого способа передвижения. Драконы — единственный игровой транспорт, который даёт возможность изучать мир без особого риска. Ни один агрессивный монстр не угонится за вашим скакуном. Весьма примечательная особенность игры — перевоплощение персонажей в монстров. Оно общедоступно, а на Гвинеи к тому же ещё и бесплатно. Каждый вид монстров, которого вы превратитесь, имеет свои особенности. Помните лишь о том, что в перевоплощенном виде нельзя вызвать дракона. Развивая персонажа, поинтересуйтесь ландшафтами острова Гвинея. Учтите, что попав в большой мир, он сюда вернуться не сможет. Эшборн — самая оживлённая из деревень Куалфорта. Здесь всегда многолюдно, движение не затихает даже глубокой ночью. Лавки торговцев-ремесленников есть в каждой деревне. Здесь можно приобрести самое необходимое. В Эшборне — самый богатый выбор товаров, выставленных на продажу игроками. Купить здесь можно практически всё. Деревня Черные Земли заметно отличается от Эшборна. Здешняя архитектурная путаница потребует некоторого времени на освоение. Народу в Черных Землях поменьше, большие количества игроков собираются лишь во время командных боёв и воскресных осад. Торговля сравнительно вялая. Из двух оставшихся деревень стоит показать Байрон, поскольку Роден мал и неинтересен. В Байроне проводятся командные бои высшего уровня, поэтому эту деревню чаще всего посещают сильные игроки с хорошо развитыми персонажами. Здесь практически нет торгующих. Путешествуя по материку Колфорта на ездовом драконе, вы сможете по достоинству оценить красоту и неповторимость здешних ландшафтов. Мексиканские полупустыни соседствуют с перелесками средней полосы, а пустоши — с таинственными древними развалинами и монументальными мостами. Прилежно изучая местность, вы не только получите эстетическое удовольствие, но и увеличите свои шансы на победу в гонках драконов. Ездовые драконы — истинные вездеходы. Им не страшны даже самые крутые склоны. Это их качество избавит вас от нежелательных встреч с агрессивными монстрами. Главное — сторонитесь воды. Драконы ее не любят. Замки — желанная цель каждой игровой гильдии. Обладание замком дает членам гильдии весьма заметные преимущества, а заодно и пополняет гильдийскую казну. Захватить замок может только сильная команда, умеющая агрессивно нападать и стойко держать оборону до последней секунды. Внутреннее устройство замков следует особенно тщательно изучить перед осадой, ведь от этого будет зависеть успешное планирование боя. Знакомство с монстрами начинается с первых же минут игры. Именно они — источник игровых денег и многих вещей, которые невозможно изготовить или купить у торговцев. Некоторые подземелья сравнительно безопасны и позволяют охотиться в одиночку, если не заходить слишком далеко. Но будьте осторожны, опасность может быть уже за следующим поворотом. Ящерица, несмотря на мелкие размеры, очень сильна и опасна. Зато гоблин, имеющий весьма воинственный вид, почти безвреден. Волк-людоед, пожалуй, первый агрессивный монстр, с которым встречаются новички. Не стоит нервничать, он злобен, но слаб. Костяной драйдер — хорошая проверка персонажа-новичка на прочность. Зарабатывать на нем опыт слишком разорительно. Большинство подземелий даже на верхних уровнях кишит агрессивными монстрами. Здесь требуется внимание и решительность. Да и помощь тех, кто охотится рядом, тоже не повредит. В подземелье среднего уровня сложности лучше идти в перевоплощенном виде и в компании тех, кому вы доверяете. Маг в таких рейдах особенно хорош, как поддержка. Перевоплощенные персонажи спокойно путешествуют по первому уровню башни огня, безнаказанно проходя мимо злобных тварей, которые разорвали бы любого новичка в клочья. Покажись он здесь в истинном обличье. А вот на втором уровне это уже не спасает. Здешние монстры видят вашу человеческую сущность насквозь. Их не проведешь на Микининах. Отражая постоянные атаки по рождении башни, особенно остро чувствуешь, что двое — это уже команда. И прикрывая спину напарника, вы можете быть спокойны за собственную. Арены есть в Эшборне и Черных землях. Они предназначены для поединков и малых групповых боев. Здесь можно опробовать только что купленный меч или оценить результат усиления вашего доспеха. На арене можно умирать без риска потери опыта и вещей, но, с другой стороны, вознаграждение за победу в таком поединке вы тоже не получите. Вот командные бои — другое дело. Участие в них позволит вам приобрести оружие, на которое пришлось бы зарабатывать очень долго. Командный бой начинается с уничтожения тех, кто не успел сориентироваться и остался стоять на месте или промедлил. Таких убивают быстро и беспощадно. После этого начинается охота на увлекшихся стрелков, которые забыли о собственной безопасности. Основная тактика — навалиться скопом на одного и быстро зарубить. Время от времени происходят групповые стычки, но быстро прекращаются. Игроки обеих команд двигаются по периметру зала, стараясь не отстать от своих. В это время умирают те, кто остался в хвосте. Команды рядеют. Бой теряет динамичность. Сейчас важно выжить и нанести как можно больше повреждений ближайшему противнику. В ход идут все силы. Команды стараются не смешиваться. Это время для стрелков. Но такой позиционный бой не может длиться долго. По периметру зала появляются стражницы, вооружённые луками. Они сгоняют выживших к центру зала, куда не достают их стрелы. Те, кто не смог пробиться поближе к распорядителю, гибнут от выстрелов стражниц. Остальные яростно рубятся, думая лишь о том, чтобы хватило запаса зелий здоровья. Стрелки в такой ситуации теряют преимущество, да и магические удары трудно наносить прицельно. Выиграет бой та команда, которая сохранила больше рыцарей и ассасинов. Вырываться из-под ударов бесполезно. Стражницы бьют без промаха. Бой окончен. Победителей ждёт заслуженная награда. Игра рассчитана на ценителей онлайновых миров, не утративших интерес к исследованию нового, и на сторонников холодного расчёта, знающих цену риска. Субтитры делал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...